Жильцы дома номер 7 по улице Вокзальной, выйдя однажды утром из подъезда, были крайне удивлены, увидев на двери вот такое объявление. В нем черным по белому написано, что до 25 ноября они в обязательном порядке должны собрать с каждой квартиры сумму, равную 11 рублям за квадратный метр жилой площади. Если же условия управляющей компании не будут выполнены, лифт придется вывести из эксплуатации с 1 декабря этого года. Безопасность, как говорится, превыше всего. У нас такая проблема. Наш дом, 33 года, постройки старой. Лифт по освидетельствованию отслужил срок своей службы, так как 25 лет уже прошло. Нам на подъезде нашего дома повесили объявление о том, что мы должны теперь вносить плату за диагностическое освидетельствование этого лифта. И непонятно, почему эту плату еще, так сказать, совместили с квадратными метрами каждой квартиры. То есть 10,9 рубля с квадратного метра квартиры. Кажется, пользуется все-таки человек лифтом, а не квадратные метры квартиры. Нам бы хотелось узнать всю правовую основу этих действий, поскольку нам никаких квитанций, ничего не выдается. Нам выдали вот такую бумажку. Ходите, собирайте деньги. Причем должны это делать жильцы. Вот. Они работники ЖИО. Тут указан номер телефона в объявлении. Я смотрю, вот вы позвоните. Да, я позвонила. И мне сказали, что да, собираем деньги на диагностику лифта. Будут собирать их в течение, вернее, это действовать будет один раз в три года. И с каждой квартиры, не с квартиры, а с каждого квадратного метра по 10,90. Я говорю, ну как же, мы же платим за содержание жилья. Это не входит. Это диагностика. Но вот сегодня мы прочитали договор. Здесь написано, что ремонт входит лифта и техническое освидетельствование. Это тоже самая диагностика. Делается за счет ЖКО. Мы все пока протестные отказались, потому что нам не предоставили. Я спросила в жилу. Документы на основании чего с нас просят деньги. Они предоставили мне письмо от лифт-сервиса, которые просят деньги с них по договору. Я так понимаю, они перекладывают эту сумму на нас. На основании чего? По крайней мере, должны быть какие-то финансовые документы, законодательные документы на основании чего все это дело делается. Вопросы у жильцов возникли самые логичные. Во-первых, с какой стати они обязаны сдавать деньги с квадратных метров, а не с количества прописанных в квартире людей, например. Во-вторых, почему сумма выплаты для жителей первого и девятого этажей одинаковая? А в-третьих, почему они вообще должны оплачивать профилактическую диагностику лифта, если эта услуга оплачивается ими ежемесячно по пункту за содержание жилья? Расходы на проведение капитального ремонта в том числе должны нести собственники многоквартирных домов. Все это определяется пропорционально их долям в общем имущественном квартирного дома. Сбор денежных средств должен осуществляться не каким-то черным налом, а централизованным. Если организация подключается к этим вопросам, то им на руки должны выдаваться данным собственникам документы строгой отчетности. Какие-либо сборы через так называемых старших домов или через советы домов, где в блокнотике, в тетрадочке или еще где-то на газетке будут записывать ваши фамилии и ту сумму, которую передаете, это незаконно. Таким образом, средства могут поступать не по целевому назначению и расходоваться. Поэтому, если в такой ситуации, когда на подъезде будет написано, вам необходимо собрать какую-то сумму и там связать свою судьбу со старшим по дому, это следует расценивать как нарушение ваших прав. В любом случае, когда проходит какое-то общее собрание, принимается решение по проведению капитального ремонта квартирного дома, эти документы должны в том числе быть доступны и понятны, что там записано, и любые вопросы, которые решаются на общих собраниях, они затрагивают даже на интересах каждого собственника. Но никаких документов, сметы, проектов собственники на руки не получали. Да что уж там говорить, в глаза не видели. В общем, вывод прост. Рязанские коммунальные службы – самые гуманные в мире. Поборос пенсионеров, причем в срочном порядке и в сжатые сроки – это их конек. И основную роль здесь сыграл жилищный кодекс, ведь именно в нем указано, что собственники жилья обязаны за свой счет делать капитальный ремонт или же полностью менять лифтовое оборудование. Мол, любишь кататься – люби и за саночки платить. Все у нас как-то не слава богу. Спасибо. Спасибо.